Первый товарищеский матч по футболу на открытой многофункциональной спортивной площадке около четвертой школы состоялся в этот же день, в пятницу в 18.00. На новом футбольном поле встретились команда Олимп, девушки и сборная города, строители плюс городские власти. Девичья разминка перед игрой была достаточно серьезной, мелкие пробежки, ну все как положено перед настоящим матчем, в отличие, скажем, от мужчин, которые перекатывали мяч несколько лениво. А когда в первой же атаке на 30-й секунде девчонки забили первый гол, стало тревожно за сборную города, как бы разгром не случился. Но мужчины собрались и на второй минуте забили в ответ. Ой-ой-ой! А ты говорил! А далее подсобравшиеся строители и городские власти вместе общими усилиями забили еще два гола. Хорош! Дай он! На 10-й минуте случился пенальти, ее успешно забили девчонки из Олимпа. И снова атаки Олимпа. Вообще, когда выходила первая пятерка основного состава Олимпа, как после игры признался мэр, мужчинам было достаточно тяжеловато. К 15-й минуте сборная города увеличила разрыв до 4-х, 2. У-у-у! Ай-я-я! Держи! У-у-у! Нужно отдать должное и вратарю сборная города, которую выручал и не раз. В перерыве опять же было видно, что Олимп просто так сдаваться не будет. Тренер продолжил убеждать девчонок, что у них все получится. И буквально в начале второго тайма разрыв в счете уже сократился до минимального 4-3. Тибуны, кстати, болели именно за Олимп. Но сборная города вовремя спохватилась и к 8-м минуте счет был уже 6-3. Казалось, что все, победа от мужской сборной уже никуда не уйдет. И снова немножко ленивый стиль, замена вратаря. А этим тут же воспользовались девчонки из Олимпа. И в течение 9-ти минут они забивают 3 гола. У-у-у! Ес! Молодцы, пошли! Ес! За 5 минут до конца игры счет сравнивается и становится 6-6. И здесь скорее у девчонок было больше возможностей забить седьмой мяч, чем у игроков сборной. Финальный счет так и остался неизменным. 6-6. После игры игроки поблагодарили друг друга и зрителей. Матч получился боевой и интересный. Я думаю, что такие события, они в Славутищи должны быть регулярными. И ради этого мы живем. На самом деле для того, чтобы заниматься спортом, вести здоровый спосіб життя, навчаться, развиваться. И Славутищ, мне кажется, для этого и створен. Я всем дякую. Всех вітаю с целью перемогой спільно. Бо сегодня все перемогли. Сегодня нет победителей, кто победил. Выбачаюсь, что мы где-то кого-то зачепили. Мы трошки уже не поворотливы. Поэтому так бывает. А вам успехи. Новых перемог. И вы же помните, я финал Славутищи Кубка Украины. Все еще чекаю. Девочки, непонимальники. Девочки, вперед присели. Так новая спортивная площадка заработала. Остается надеяться, что и детвора, и взрослые будут относиться к ней бережно. Она вписывается.